Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях узнаем от наших корреспондентов в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо в эти минуты кабинет министров собрался на экстренное заседание. Зачем премьер созвал своих подчиненных, мы узнаем, как только наш корреспондент выйдет на связь. Это случится буквально через несколько минут. А пока напомню, что вчера о своем желании уйти в отставку заявил глава Минэкономразвития. При этом он обвинил в коррупционных схемах нардепа от блока Петра Порошенко Игоря Кононенко. И сегодня же Абрамовичуса вызывают на допрос в антикоррупционное бюро. Детективы ждут его на беседу в понедельник, 8 февраля. Допросят и замов министра, которые, как и их руководитель, подали в отставку. Вчера Национальный бюро возбудило уголовное дело по факту заявления Абрамовичуса, которое квалифицируется как злоупотребление властью. Сам же Игорь Кононенко на время расследования решил сложить с себя полномочия первого зама главы фракции. А министру экономразвития Абрамовичусу предложил совместно пройти детектор лжи. Давайте послушаем его заявление, которое разместили на сайте БПП. Другое, я предлагаю, разом с паном Абрамовичем, пройти детектор брехни щодо звинувачений, висловленных ним на мою адресу. И третье, я принял решение сняти с собой полномочия первого заступника главы фракции блок Петра Порошенко в Верховной Раде на период расследования. Мы весь день пытались сегодня связаться с Абрамовичусом, чтобы услышать его ответ на предложение Кононенко, но безуспешно. Пообщаться с министром сегодня хотели и во фракции БПП. Дважды приглашали его на свои заседания. Но он, сославшись на состояние здоровья, ответил, не приду. А вот на совещание к премьеру пришел. Что же касается Верховной Рады, то там сегодня больше говорили о тех, кто вот-вот может уйти из Кабмина, и о том, при каких условиях это произойдет. С подробностями Екатерина Лысенко. Парламентский день у фракции блока Порошенко начался на час раньше. Всем составом за закрытыми дверями обсуждали судьбу Кабмина и решившего уйти министра экономики. С Абрамовичусом хотели диалога, а вот он, видимо, нет. А спикер Гройсман в это время встречался с Петом Коксом, обсуждал реформу украинского парламента. Но даже с ним говорил о коалиции, потом же в сессионном зале выступал гораздо жестче, чем обычно. Не помечать, что мы заходим в серьезную политическую кризу просто неможливо. Сегодня наше спільное с вами завдание – запропоновать план выхода из этой ситуации. Первое – оновить коалиционную угоду и план действий. Другое – оновить уряд под план действий, но конкретный план действий. О правительстве сегодня снова говорят и говорят. В блоке Порошенко заявляют, даже не пообщавшись с министром экономики решили его пока не увольнять. Наша фракция не вважає за можливе відставляти министра экономики Абрамавючуса до розгляду відставки цілому уряду. Третє – ми вимагаємо від прем'єр-міністра в місячний термін провести відкриті кадри і конкурси на топ-30 державних підприємств, які є головним джерелом корупції в усій країні. Має бути обраний новий прем'єр-міністр і сформований новий кабінет, але це може зробити тільки коаліція. Тому забрався всі індивідуальні амбіції і особисті страхи втрати корупційних схем, або після цього втрати свободи. Треба створити новий уряд, треба змінити уряд. Тільки змінюючи уряд ми можемо стабілізувати ситуацію України. На жаль, цей уряд ніяк не може зрозуміти, що є момент, коли треба піти краще самому, а не чіплятися за крісло. В пропрем'єрській же фракції наоборот считають, за крісло стоит держатися тим міністром, хто свій. Наші міністри, в яких ми делегували, ми вважаємо, що вони є такими, які спроможні виконувати свої посадові обов'язки. Поки що ми ведемо розмову про наших, і я бачу, що про наших трьох, і вони чудово справляються. Пока в кулуарах обсуждають, кого міняти, Блок Порошенко знову создає засідання фракції. Знову звуть Абрамовичуся, тут знову не прийшов. Правда, за закритими дверями обсуждали уже не тільки ставку міністра, но і стоит ли забирати мандат у депутата Кананенко. Дуже емоційно, були різні пропозиції, в тому числі одна з пропозицій була, щоб він склав мандат, але її не підтримали. Якщо НАБУ встановить підстави для звинувачення Кананенка у корупційних діяннях, безумовно, що фракція піде далі в своїх реченнях. Не можна розглядати заяви або інформацію, як вже доконаний факт. В то же время, Уценка не ісключає, що в Раді може появитися постановлення об відставці Яценюка, якщо прем'єр не станет формувати коаліційне правительство і відкажеться від тих кандидатурно-министерських кресла, які йому предложат другие фракції. В будь-якому, щоб договоритися, у правительства і коаліції «Времені» є також багато. Да, че так обміна? Коаліція, яка несе відповідальність за цей уряд, повинна розуміти, що вони створили цей уряд, вони призначили цих міністрів, і намагання відійти і зробити таким чином, що ми, бачимо, то не при чому, а вони самі там працювали, це не вийде. За два роки немає ніякого прогресу від роботи правительства. Тому ми настаємо на тому, що правительство має йти в відставку, ми настаємо на тому, що має бути перевыбори парламенту, має бути сформувана нова коаліція. Вне сомнення, сформувати правительство, поділити портфелі, в зале це можна зробити. Але ніхто не вірить, що це дасть нове качество в роботі. Более качественої роботи не буде, тому що вони себе дискредитували. І виповненням программи правительства можна поставити единицю, і виповненням коаліційного соглашення. І самі це признають. Що ж до законодательной роботи, то депутати сьогодні показали. Голосувати можуть. К примеру, переименовали більше сотні городов і сел в рамках декоммунизации. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцар, Владимир Самчинка, Геннадий Янкинко. Подробності – телеканал «Интар». І ближе к вечеру свою екстренну встречу решили провести представители трех фракций большинства. Блок Петра Порошенко, Народний фронт і Самопоміч. О чому шла речь на этом заседание, узнаемо Іриной Баглай. Она з нами на прямой связи. І раздраствую. О чому говорили нардепы? Раскажи все, що тебе известно. Наташ, буквально 15 минут назад эта встреча закончилась. Действительно, проанонсированный совет коалиції, проанонсированный лідером фракции Самопоміч, оказался рабочей встречей лідеров фракций, которые входят в коалицию со спикером парламента Владимиром Гройсманом. Первым вышел лідер фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко. Он сообщил, что горячих новостей нет. И так, как анонсировалась тема разговора, должна была быть эта смена в правительстве, так же внесение изменений в коалиционное соглашение. Однако Юрий Луценко заявил, что это не обсуждалось. И его слова подтвердили в Народном фронте. Я лично слушал песню «Бетлз» «Full on the hill». А кто спел? У меня нет новин с нарадой. Дякую всем. Вы кадровые изменения не говорили? Нет. Не говорили. Вы говорили вопросы о деятельности и самой коалиции, и о следующих кроках, то есть и написании дополнительной угоды, где прописать все следующие кроки по проведению реформы в 2016 году. Мы говорили на более философских темах. Завтра в парламенте такая же встреча планируется. Ее планируют провести уже, как заявили в Народном фронте, с участием премьер-министра, так же в кабинете Владимира Гройсмана. Наташа. Спасибо, Ира, Ирина Баглая, об экстренном заседании фракции большинства, которое состоялось сегодня вечером. Уход Абрамовичуса – это удар по надеждам украинцев на реформы. С таким заголовком вышла сегодняшняя Вашингтон-Пост. Скандальными заявлениями министра и происходящими в Украине политиками посвящены все первые полосы и других влиятельных мировых изданий. Немецких «Шпигель», «Дойче Велли», «Дицайт», британских «Би-Би-Си», «Файнэшл Таймс», «Таймс», «Дэйли Мэйл», американских «Волл-стрит-джорнал», «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг». Суть всех публикаций одна – коррупция, пробуксовка в реформах и разочарование. «Таймс» пишет о коллапсе, грозящем украинскому правительству, а «Блумберг» – о грядущем политическом кризисе в стране. Ситуацию в стране президент, спикер и премьер сегодня обсуждали на встрече с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Об этом сообщается на сайте главы государства. Петр Порошенко заявил, для продолжения реформ нужна немедленная перезагрузка правительства, но министры-реформаторы должны остаться. Дипломаты, в свою очередь, отметили важность сохранения единства украинской власти. Прокомментировал встречу и глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский и «Радио Свободи». После этих переговоров он рассказал, говорили и о сотрудничестве с МВФ, и отметил, что Киев должен выполнить все условия, необходимые для получения очередного транша. А вот Международный валютный фонд решил повременить с денежной помощью Украине. Об этом сообщает Апостров со ссылкой на свои источники в Кабмине. По информации интернет-издания, очередной транш кредита МВФ в 1,7 млрд долларов ожидали в феврале, но теперь этот вопрос отложен на неопределенное время. Гривня в крутом пике. Нацвалюта бьет мировые рекорды по обесцениванию. За последние три месяца девальвировала с 23 до почти 27 гривен за доллар. Будет ли этому предел и что может остановить это стремительное падение, выясняла Елена Митясова. После громкого обвала гривня затаилась. Уже две недели как почти не скачет. За доллар на черном рынке просят 26 гривен 70 копеек. Нацбанке официальный курс на сегодня 25,69 за доллар. Но еще три месяца назад ситуация была радужнее. Не нужно принимать колевание курса, который следует за последние месяцы, как что-то экстраординарное. Нема такой страны в мире, где нет колевания курса при гнучном курсе утворении. Но для большинства украинцев любые скачки курса отражаются на состоянии кошелька. Новые таблички в обменниках и сразу растут ценники на продукты, бытовую технику и бензин. Это ужасно. Я считаю, что у нас же все. У нас крупы зависят от доллара почему-то, яйца зависят от доллара почему-то. Доллар скачет и все продукты тоже скачут. Зарплаты остались те же. Цены выросли в 3-4 раза. Я не знаю уже во сколько. Просто стали нищими. Это катастрофа полная. Мне сейчас нужно поменять запчасти в машине. И это таких денег стоит. Я боюсь на ценники смотреть. Хочется валидолу где-нибудь купить. Я стал задумываться о том, какие конфеты я могу купить дочке, а какие я не могу. У нас должна быть наша гривна. И зарплата, соответственно, тоже должна быть нормальная. А не так, как мы считаем на доллар, что у педагога зарплата 50 долларов. Доллар повышается, значит цены каждый день растут. Лучше не заходить в магазины. Но о стабильности курса нацвалюты пока говорить не приходится, уверяют эксперты. Если Украина не получит очередной транш от МВФ, курс снова заскачет. Гривни девальвируют как минимум до 30 за доллар. До разрешения политического кризиса наши кредиторы будут удерживаться от кредитования, от активности инвестиционной в нашу страну. И в этот момент, когда экономика еще не демонстрирует рост, она замедляет только спад. Как раз подушка безопасности в виде кредитных средств МВФ. Потребность Украины в инвестициях в нынешнем году 10 миллиардов долларов. Но рассчитывать на это не стоит. Инвест-климат неблагоприятный, да и при низком экспорте продукции валюты в страну зайдет минимум. Вряд ли в этом году Украина может рассчитывать на притоки больше, чем 1 миллиард долларов. Можно было бы получить гораздо больше, но для этого надо было бы запустить реальный маховик структурных реформ. Борьба с коррупцией, судебная реформа, снижение административных барьеров. Удержать валютный рынок без международной помощи Украине будет сложно. Если МВФ не даст денег, в ход пойдут золотовалютные резервы. Не исключают эксперты, что Национальный банк влючит и печатный станок. Елена Митясова, Сергей Ведмитрий, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Украина вошла в топ-5 самых несчастных экономик мира. Рейтинг опубликовало финансовое агентство Bloomberg. По итогам минувшего года и прогнозам на 2016-й. Украина в антилидерах. Так в 2015-м хуже дела обстояли разве что у Венесуэлы. Наша страна шла второй. В этом году, по прогнозам аналитиков, индекс несчастья снизится. И мы опустимся на пятую позицию. Рейтинг составили с учетом безработицы и инфляции. Самые счастливые экономики в Таиланде, Сингапуре и Швейцарии. 30 миллионов гривен просит Центр избирком у парламента и Кабмина. Сегодня члены ЦИКа заявили. На 2016-е из бюджета страны мы уже выделили 20 миллионов, но этого мало. Говорят, 27 марта выборы в райсоветы Киева. На их проведение необходимо около 21 миллиона. На перевыборы мэра Кривого Рога просят почти 9 миллионов. И уверяют, Криворожцам придется голосовать снова, несмотря на то, что Конституционный суд сейчас решает, законны ли повторные выборы вообще. На вопрос журналистов, зачем Центр избирком у не 10 дополнительных миллионов, а сразу 30, вот что нам ответил глава ЦИК. За орієнтованными попередними подрахунками Центральной выборчей комиссии, именно 30 миллионов гривен, дополнительно до уже наявленных 20, необходимо предоставить в законе про державный бюджет Украины на 2016-е год, для того, чтобы дальше, до конца года, мы могли спокойно планировать финансирование всех, в том числе и будущих местных выборов. Удалось достучаться до Кабмина. Профтехучилища все же будут финансировать. Правительство, наконец, утвердило постановление о выделении полумиллиарда гривен для областных ПТУ, после многочисленных протестов преподавателей и студентов. Подробности, я напомню, неоднократно говорили об этой теме. Деньги, если верить Кабмина, теперь должны поступить в области, где профтехучилища с нового года были лишены госфинансирования и находились на грани выживания. Это почти 400 учреждений по всей стране. Соответствующие изменения в законы приняла сегодня и Верховная Рада. Речь идет в первую очередь об утвержденном правительственном законе о госбюджете на текущий год, где ПТУ были лишены господдержки и получали средства только от местных общин. Пикеты, скандалы и щедрая порция взаимных обвинений. На этот раз из-за квартир и земельных наделов, обещанных участникам АТО. Кто кого кинул в этой истории и получит ли военные обещанные квадратные метры? Подробнее Кристина Гошенко. Львов, площадь рынок и несколько десятков участников АТО собрались на мирный митинг у здания горсовета. От городских властей требуют обещанные земельные участки и квартиры. У мэра Садового бойцы хотят узнать, когда начнут строить обещанные дома. Согласно плану, их должно быть четыре. И как ранее отчитались чиновники, 44 миллиона гривен для этого из городской казны уже выделили. Влада наша могла бы поспорить, чтобы фирмы начали строить, чтобы мы видели, что что-то здесь происходит. А так оно укладено корпоративным и ничего такого не бывает. Мэр бойцам не спешит. И тогда они сами идут на сессию горсовета. Их требования к депутатам создать спецкомиссию, в том числе и из участников АТО. На нее возложить контроль за распределением участков и квартир. Большинство депутатов за. Чиновники же оправдываются. Строительство первой многоэтажки для бойцов вот-вот начнется. Проблемы в терминах. Если обходить чиновник законодательства, то можно было начать в серпе месяце. Если проводить тендерные закупления, а это бюджетные деньги, там есть соответственный термин на выполнение этих процедур. В планах чиновников построить 212 квартир. Вот только во Львове на квартирной очереди полторы тысячи семей бойцов. И когда все они получат обещанную крышу над головой, неизвестно. Тема жилья для участников АТО неожиданно всплыла в уже традиционном противостоянии Саакашвили и правительства. Представитель Народного фронта обвинил Саакашвили в том, что тот провалил программу приобретения квартир военным. Есть государственная программа, где выделились деньги в полном обществе на закупку квартир участников АТО. Так Одесская область администрации не спромогла, отримавши деньги в липень месяце прошлого года, не спромогла до конца года купить, бодай, одну-двух комнатную квартиру. Это неправда, заверяют в Одесской область администрации. И рассказывают, как были освоены миллионы четыреста тысяч гривен. Это утверждает вся сумма, выделенная на покупку квартир. Одесская областная администрация 29 декабря приобрела трехкомнатную квартиру нашему бойцу, который является еще инвалидом второй группы в Кокоминтерновском районе Одесской области. По словам чиновницы, еще одну квартиру хотели приобрести для вдовы участника АТО из Измаила. Но в последний момент женщина отказалась от предложенного варианта. И деньги снова ушли в казначейство. Какую сумму правительство выделит области в этом году, пока вопрос. Известно только, что на очереди не две, а сотни семей. Кристина Гошенко, Андрей Анастасов, Юрий Голубенко, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Львов, Одесса. Служба безопасности все же задержала экс-лидера террористической так называемой ЛНР Сергея Корсунского. Его поймали в Полтавской области и доставили в Киев. СБУ подозревает Корсунского в создании террористической группировки. Суд должен избрать ему меру пресечения. Где и когда пройдут эти слушания, силовики не разглашают. Заседание будет закрытым. Напомню, накануне активисты сняли вот это видео в одном из ресторанов столицы. На нем ЛНРовский боевик Корсунский с семьей преспокойно обедает в киевском ресторане. Активисты выяснили, в Киеве он бывает регулярно, снимает здесь жилье и ведет бизнес. И вот что нам ответили в СБУ на вопрос, почему известного террориста не задержали ранее. Вы не пропускаете, что могла быть специальный задум? Вы не пропускаете, что служба безопасности могла сделать в определенные заходы к этой особе? Переверяется в том числе и прокуратурой, и внутренней безопасностью полиции, каким чином он получил доведение. И как только мы установим эти данные, мы обязательно вас познакомим. Минометы, гранатометы и стрелковое оружие боевики продолжают применять на линии разграничения. Украинские военные в течение последних дней фиксируют активизацию противника в районе Светлодарской дуги. Все подробности узнаем у Ярослава Кречко. Несколько километров по бездорожью, и мы на крайних украинских позициях в районе Светлодарской дуги. Боец с позывным Назар с утра наблюдает за противником. Туман, погода плохая, видимость тоже чуть-чуть. Плоховато. Командир опорника начинает показывать свои укрепления, но ему сразу докладывают. На звязку. Там на. Сиди там внизу. Разрывчики. Плюс, плюс, принес, пострелять. Это минометы, как раз? Не знаю, это может быть СПГ, например, гранатомет. Если разрывы гранат далеко, то пулемет боевиков слышен ближе. Ребята, осторожно, поле только что было. Рядом с вами пролетело. Неприятель стрелял недолго, но когда мы вышли из укрытий, канонада началась снова. Стрельба и дала, но нам и кули не свистят. Шучат за все, что они просто прострелят хаотично. Плюс, плюс, принес, принес. Пройдите в плинтаж. Вот пример нарушения минских соглашений. Пулемет 12,7. В блиндаже после дежурств отдыхают Сергей и Андрей. Звуки стрельбы здесь не слышны. Да и на такие хаотичные обстрелы боевиков, говорят бойцы, они не отвечают. Другое дело, прицельный огонь противника. Бывает, дают дозвіл, открыть огонь, вплоть. И тогда тихо застают сразу. Да, сидят по блинтажам тоже. Военные рассказывают, количество провокаций боевиков в районе Светлодарской дуги растет с каждым днем. В основном стреляют, 80-ка, миномет, БМП, 30-й калибр, ну и крупнокалибрный кулимет. В целом, на Донецком направлении обстрелы боевиков за последние сутки зафиксированы по всей линии фронта. От Светлодарска до поселка Пески. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Сегодня в Ростовской области России защита Надежды Савченко продолжает представлять новые доказательства ее невиновности. Напомню, нашу летчицу обвиняют в убийстве съемочной группы телеканала «Россия». В суде сегодня ждали показаний следователя Маньшина, который, как говорят адвокаты, дружен со многими представителями так называемой ЛНР. Однако Маньшин, который находится в Москве, показаний не дал, сославшись на то, что суд в Донецке его не вызывал. Защита Надежды все же настаивает, чтобы он выступил в качестве свидетеля. Щедрые доноры. Почти 10 миллиардов долларов выделят на гуманитарные нужды Сирии. Больше всех дадут Великобритания, Германия и Соединенные Штаты. Хватит ли этих денег, чтобы завершить войну? И что тормозит мирный процесс, расскажет Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. 9 миллиардов долларов. Астрономическая сумма, которую пытаются собрать для восстановления Сирии и соседних государств, охваченных войной. Похоже, делегаты, которых здесь, в Лондоне, встречали как протестами, так и повышенными мерами безопасности, готовы дать даже больше. Среди доноров представители 70 государств. От мировых лидеров до гражданских активистов. Объединенные целью восстановить мир. Если мы не поможем беженцам, они доверят свою жизнь недобросовестным перевозчикам и торговцам людьми. Хозяин мероприятия Кэмерон уговорил британских чиновников выделить солидную сумму почти 2 миллиарда долларов. Наряду с Германией она дает 3. Госсекретарь США требует от своей страны больших вложений. Дамы и господа, если мы будем работать вместе, если каждый выполнит свой долг, появится надежда. Эти деньги пойдут на нужды беженцев, которые выехали из Сирии в приграничное государство. И живут там во временных палаточных лагерях в суровых условиях. Дети не ходят в школу, вместо карандашей берут в руки оружие и часто принимают сторону террористов. Средствами, собранными здесь, в Лондоне, будет распоряжаться ООН. Их используют и для разрешения глобального мигрантского кризиса. Если восстановить инфраструктуру на Ближнем Востоке, миллионы беженцев перестанут штурмовать европейские границы. Меня очень беспокоит, что волонтеры и работники гуманитарных миссий не имеют доступа ко многим регионам. Иногда из-за процедурных моментов, иногда из-за боевых действий, ударов с воздуха. Оптимизм лондонских переговоров затмила отмена переговоров в Женеве. Мирный процесс приостановлен. Сирийская оппозиция обвиняет Россию в бомбардировке своих позиций и мирных целей. Стороны пытаются восстановить хрупкий баланс. Сегодня утром я говорил по телефону с министром иностранных дел Лавровым. Мы пришли к соглашению, что нужно обсуждать условия прекращения огня с обеих сторон. Возобновить женевский диалог планируют 25 февраля. Тем временем в самой Сирии армия при поддержке российской авиации отвоевывает территорию повстанцев. Если наступление продолжится, мирный процесс снова затормозит. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И уже завтра для консультации по Сирии соберется Совет Безопасности ООН. Ожидается, что на заседании спецпосланник ООН по Сирии, Стаффен Демистура, объяснит членам Совбеза, почему было принято решение приостановить женевские переговоры. А в США готовятся к очередным праймерис. Они пройдут в штате Ньюхемпшир в ближайший вторник. Между тем, один из лидеров гонки от республиканцев, бизнесмен Дональд Трамп, обвинил своего оппонента, сенатора Теда Круза, в фальсификации праймерис в штате Айова и настаивает на их пересмотре. Обо всем подробнее наш собственный корреспондент в США Тихон Зитко. Дональд Трамп по-прежнему остается самым ярким и самым скандальным игроком предвыборной гонки. В ходе первых праймерис в понедельник в штате Айова он неожиданно уступил сенатору от Техаса Теду Крузу и занял второе место, выждал пару дней и обвинил Круза в фальсификациях. Ох уж эти фальсификации! Вы знаете, эти политики, они ужасные, они просто ужасные. Это просто кучка нечестных людей. И это одна из причин, по которой я баллотируюсь в президенты. Трамп утверждает, что Круз украл выборы. И именно поэтому результаты и предварительные опросы не совпали. Якобы Круз ввел избирателей в заблуждение, рассказывая о том, какие идеи и ценности продвигает Дональд Трамп. Теперь бизнесмен настаивает на повторном проведении праймерис в Айове и не исключает обращения в суд. Круз, в свою очередь, держится уверенно и говорит, что реагировать на эти обвинения не собирается. Это все очень смешно. Я просыпаюсь каждый день, читаю твиттер Трампа и смеюсь. Он это пишет, потому что проигрывает. Все это лишь разминка перед очередными праймерис, которые во вторник пройдут в штате Нью-Гэмпшир. При этом расклад сил может измениться. Дело в том, что несколько республиканских кандидатов после неудачи в Айове объявили о завершении своей предвыборной кампании. В частности, сенатор от штата Кентуккия Рэнд Пол. Я принял решение прекратить свою кампанию. Я продолжу борьбу за нашу свободу и конституцию в Сенате США. Еще два республиканца, прекратившие свои кампании. Это бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакоби и бывший сенатор Рик Санторум. Последний уже высказался в поддержку сенатора от Флориды Марко Рубио, который в Айове занял третье место. И эксперты считают, что у него по-прежнему сохраняются серьезные шансы. С дистанции сошел и демократ Мартин Омейли, так что кандидатов от демократической партии осталось только два. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Кстати, опросы прочат именно Сандерсу уверенную победу в Нью-Гемпшире. Впрочем, на национальном уровне Хиллари по-прежнему впереди. Тихон Дзитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Дрова на миллионы. Кто сплавляет ворованный Черновицкий лес и кто крышует этот бизнес? Последний караул в Хмельницком. Офицер застрелил солдата-контрактника. Подробности трагедии. Государственные облэнерго, а их в стране осталось всего лишь шесть, жалуются на нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Говорят, регулятор выставляет им такие нормативы, что доходов не остается даже на зарплаты сотрудникам. Энергетики предполагают, что их предприятия сознательно доводят до банкротства, чтобы потом за бесценок продать в частные руки. Свои интересы они собираются отстаивать в Совете оптового рынка электроэнергии Украины. Сегодня его участники собрались на ежегодное заседание, переизбрали состав Совета и делегировали туда представителя одного из гособлэнерго. Несмотря на то, что государственная доля в наших компаниях огромна, в частности Николаеву был энерго 70%, государственная политика по отношению к нам, в том числе политика регулятора, оставляет желать хотя бы банального понимания. То есть введение непроизвольных нулевых алгоритмов и изъятие денег со счетов, мы считаем это неправильным, неверным. Чем дальше в лес, пока статус главы лесхоза, а он заявил о своем желании уволиться, не совсем ясен, в его хозяйстве щепки летят. Кто без лицензий и особых преград зарабатывает миллионы на нелегальной вырубке и контрабанде леса в Черновцах, выясняла наша Ольга Паломарюк. Это видео общественные активисты сняли в ноябре прошлого года. С высоты птичьего полета видно, лес на Буковине рубят целыми гектарами. Николай Пятиченко, житель Черновцов, не раз выезжал на места массовых рубок. Рассказывает, вместо санитарных чисток лесники пилят здоровые деревья. А это уже железнодорожный вокзал в Черновцах. Именно отсюда древесину везут за границу. Основной и самый крупный заказчик украинского леса – Румыния. Но вот что местные жители пишут в соцсетях. Несмотря на мораторий на экспорт леса Кругляка, за границу его все же вывозят. Маскируют под техническое сырье, окрашивают все, по мнению жителей, сотрудники правоохранительных органов. Активисты рассказывают, часто лес вывозят по необозначенным на картах просекам в обход железнодорожных станций и проверок. В областном управлении лесного хозяйства все обвинения отрицают. Мол, работают честно, вывозят только дрова и бревна сосны. С 1 листопада мы ни одного кубичного метра не экспортовали деловой деревни. В 2016 году мы отправили приблизительно около тысячи кубичных метров деревни. Всего лишь. Это не большая количество. В полиции нарушений в работе лесников и таможни в упор не видят. Или не хотят замечать. Под час каждого намонтажения наши работники выезжают и сделают огляд вышеуказанной продукции. На данный момент не зафиксовано в таком случае. А вот в Ассоциации деревообработчиков Буковины говорят, в отличие от контрабандистов, легальные деревообрабатывающие предприятия на грани выживания. Они официально покупают древесину, но обработать ее для вывоза за рубеж не могут. Правительство еще летом обещало поддержку, закупить оборудование. Но этого так и не произошло. За эти полиции можно было бы завести какие-то линии сюда. Сушки, линии по глибной проработке деревни. Тут вообще палец в палец никто не ударил. Буковинские активисты и деревообработчики сдаваться не собираются. Говорят о миллионах, которые получают нелегалы. На незаконной вырубке и контрабанде леса молчать не будут. Несмотря на угрозы и запугивания. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Итак, первые новости из кабинета министров, который прямо в эти минуты проводит экстренное заседание. С нами на связи Геннадий Вивденко. Гена, расскажи, зачем собрались министры? Наталья, заседание, внеочередное заседание кабинета министров закончилось буквально только что. Оно было назначено на 20.00. И информация об этом стала известна буквально час-полтора. Поэтому можно было ожидать чего угодно вплоть до отставки правительства, вплоть до такого заявления. Тем не менее, напротив, сначала выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который сказал, что мы будем бороться до конца. Что мы будем выступать против давления политических сил, в том числе и партнеров по коалиции. Правда, при этом не уточнил, каких именно партнеров. И призвал министров объединиться вокруг одной идеи. В том числе произнес такую фразу, как один за всех и все за одного. И вот главные месседжи, которые прозвучали из уст министров. Потому что все выступали очень коротко. И премьер-министр передал слово членам кабинета министров. Вот главный месседж, который произвучал из уст министра инфраструктуры Пивоварского. И из уст министра агрополитики Павленко. О том, что они публично отзывают свои заявления об отставке, которые подавали накануне. И они остаются работать в правительстве. Также об этом заявил министр Квиташвили здравоохранения. О том, что он тоже остается в кабинете министров. И они все вместе дальше будут продолжать реформы. И противодействовать давлению на себя политических сил и также бизнес-элиты. После чего Юрий Стейс призвал активно министрам выходить в прессу, заявлять сразу о всем давлении, которое на них оказывается, если таковое будет. Впрочем, я предлагаю послушать о том, что именно говорили министры. Прошу прямую речь. Я хочу публично откликать свою заяву про отставку при выполнении следующих принципов. Первое. Я против деструктивного политического тиска на процесс выполнения реформ, как с боку партии, фракций и отдельных депутатов. Второе. Я буду не полягать на завершенні всех распочатых процессов в сфере дерегуляции, реформах речевой безопасности, земельной реформы. Я публично оголошу про то, что я откликаю свою заяву про отставку, но четко хочу дать зрозумение всем представникам органов влади в Украине, что исключительно диалог с общественностью может дать нам возможность врятовать Соборность Украины. Я хочу публично заявить, что я забираю свое заявление в отставке. Я работаю в этой команде, я хочу работать в этой команде. Я не хочу уходить, я не хочу оставлять дела наполовину сделанными. Ну и так, после таких заявлений, возможно, можно предположить, что кабинет министров пока будет продолжать свою работу. Вот сейчас на площади перед зданием кабинета министров пусто, однако треть окон с фасадной части кабинета министров сейчас горят. Там, видимо, работают люди, страсти кипят, и многие остаются на работе. Дальше посмотрим, что будет. Будем следить дальше за развитием ситуации. Вот такие неожиданные заявления членов кабинета министров позвучали сегодня вечером. Наталья. Спасибо, Гена Геннадий Вивденко об экстренном заседании правительства, после которого трое министров передумали увольняться. Суд снова арестовал имущество бывшего министра экологии Николая Злочевского. В сообщении пресс-службы генпрокуратуры упоминается 4 дома, 2 садовых участка и автомобиль Rolls-Royce. Напомню, в конце января Печерский райсуд снял арест с части имущества Злочевского, поскольку официальное подозрение передали через адвоката. Они вручили Злочевскому прямо в руки. В связи, скажем, с тем, что определенные законодательные нормы вступили в силу, как вы помните, дела такой категории от нас перешли к новосозданным антикоррупционным органам. Именно 25 декабря уже прошлого года, когда это дело уже не было в производстве Генеральной прокуратуры и был снят арест с имущества Злочевского. После изменений, которые были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс, это дело снова вернулось к нам и по нашему ходатайству снова имущество арестовано. Не казнить и помиловать. С таким прошением лидер партии Батькивщина обратилась к президенту. Юлия Тимошенко в письме просит амнистировать бывших сотрудников Качановской колонии Андрея Коваленко и Андрея Парамея, которые во время тюремного заключения Тимошенко применяли к ней силу. Несмотря на причиненную ей физическую и душевную боль, как заявляет лидер Батькивщины, приговор преступникам, вынесенный судом, не принес ей удовлетворения. Наоборот, понимание того, что теперь страдают семьи и близкие осужденных. Поэтому Тимошенко просит главу государства рассмотреть вопрос о помиловании как можно скорее. Гибель солдата-контрактника в Хмельницкой области. Что произошло на территории воинской части? Случайность или убийство? Выясняли наши корреспонденты. За этими воротами сразу две воинские части. ЧП произошло в ракетной номер А-40-09. Вчера вечером солдат-контрактник Руслан Кравчук заступил в караул. Оружия у него не было. Через некоторое время в помещение зашел начальник караула Виталий Церук с автоматом Калашникова в руках. Что произошло дальше, точно неизвестно. По одной из версий, капитан перезаряжал автомат и в этот момент выстрелил в солдата. По словам замкомандира части, это был обычный несчастный случай. Жена погибшего уверяет, конфликтов между мужем и начальником караула не было. Мало того, они дружили. В прошлом году оба служили в зоне АТО. Буквально за несколько минут до трагедии Руслан позвонил, сказал, что заступает на дежурство. Говорил, как всегда, спокойно. Сослуживцы рассказали родным погибшего, что никакого рикошета не было. Пуля попала в висок Руслану, когда он сидел за компьютером. Кроме того, находиться в караульном помещении с заряженным оружием запрещает устав. О том, что пуля не срикошетила, говорят и в военной прокуратуре. Пока это предварительная версия. Ее еще должны подтвердить или опровергнуть результаты судебно-медицинской экспертизы. Нет пока и выводов экспертов, были ли офицер и рядовой трезвыми. Встановлено уже первые знаки того, что самое было порушение правоположенности зброи, в окроме, в артовом помещении. И вырешивается вопрос, что до оглашения подозрений. Через оглядом места подеи все указывалось, скажем так, на, скорее всего, на прямое попадание, чем на рикошет. Сейчас подозреваемый начальник караула задержан, находится в СИЗО. Меру пресечения для него должны избрать завтра. Военная прокуратура будет требовать содержания под стражей. Скорее всего, отвечать придется и командиру воинской части. Ольга Теребинская, Ольга Сергеева, Александр Шурин. Подробности в телеканал Интер, Хмельницкая область. Волонтер Яна Зинкевич, пострадавшая в тяжелой аварии, возвращается домой. Лечение она проходила в Израиле, где врачам удалось сделать невозможное. Завтра утром Яна будет дома в Днепропетровске. Накануне отъезда с ней встретился Сергей Услендер. Ровно через два месяца после ужасной аварии Яна Зинкевич летит домой. Это не конец истории, это только перерыв в лечении. Но она хочет побывать в Украине, узнать, как идут дела в ее организации, повидаться с родными. Выглядит она прекрасно, тяжелые травмы, полученные в автокатастрофе, зажили. Израильские медики сотворили настоящее чудо. Вот так она выглядела спустя несколько дней после аварии. Израильские медики не то чтобы ужаснулись, всякое повидали, но сказали, будет трудно. Потом была многочасовая операция, когда светило хирургии. Профессор Фридландер буквально по частям собирал разбитый в дребезги позвоночник. Собрал так, что сам не поверил. На этом чудеса закончились и началась тяжелая работа. Реабилитация. Она ругалась, но когда ей говорили, Яна, надо встать, она делала это, хотя ей было больно. Когда ей говорили, что нужно что-то сделать, да, она это делала. Она плакала, но она это делала. Может и не надо было ей в 19 лет умница, красавица, становиться бойцом, но выбора не было. Сначала фронт, сотни спасенных раненых, медицинский батальон, созданный ею с нуля. Потом это жуткая авария, эвакуация в Израиль, операция, лечение. И сотни людей, которые поддерживали, помогали выжить и пережить. За час перебывания в Израиле изустрела очень много прекрасных людей. Спилку волонтеров, диаспору, диаспору украинцев в Израиле. Я очень с ним решила. Сейчас беда позади. Появилась новая мечта. Может быть, главное в жизни сделать первый шаг. Все получится. Рядом мама, самый важный человек на свете. В Украине ждут друзья. Через некоторое время Яна вернется за своей мечтой в Израиль, маленькую страну. Такую далекую, но ставшую очень близкой. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интерн. Телевиз. В самом Израиле обстановка резко обострилась после теракта в старом городе Иерусалима. Трое арабских террористов, вооруженные ножами и автоматами, атаковали патруль пограничной полиции. Две девушки, военнослужащие, получили тяжелые ранения, а одна из них скончалась. Ей было всего 19, и она служила всего лишь несколько месяцев. Нападавшие были убиты на месте. Премьер страны созвал срочное заседание правительства, где решали, что делать с разгулом палестинского террора. Сейчас военные окружили деревню Кабатия, откуда пришли террористы. Солдаты готовятся снести дома, в которых проживали боевики. Мы победим террор. На это потребуется время, и борьба будет долгой. Исламский террор захлестнул весь мир и подстрекает миллионы в разных странах. Эта участь не миновала и нас, но мы боремся всеми силами и будем продолжать нашу борьбу. В Германии предотвращен масштабный теракт и арестованы его предполагаемые организаторы. Кто они и что планировали взорвать, узнаем у Татьяны Лагуновой. Берлин, Северный Рейн, Вестфалия, Нижняя Саксония. Немецкая полиция провела рейды сразу в трех землях. Обыскивали квартиры, приюты для беженцев, кафе. Искали исламистов, которых подозревают в подготовке масштабного теракта. Подозреваемых четверо, все выходцы из Алжира. Алжира связаны с ИГИЛ и организаторами терактов в Париже. Главарь группы арестован. Известно, что он прибыл в Германию осенью с семьей как беженец. Его сообщники уже давно жили и работали в Германии. По данным полиции, группа планировала теракт в Берлине. Немецкий таблоид Бильд со ссылкой на свои источники даже называет мишень. Александр Плац – это одна из самых оживленных площадей столицы. Силовики успокаивают, паниковать не стоит. Безопасность в Берлине на очень высоком уровне. И мы делаем все, чтобы эту безопасность обеспечить. Терактов боятся и в Кёльне. Там сегодня начался ежегодный карнавал. Но куда больше повторения новогодних беспорядков. Пиво рекой, красочные костюмы, флирты, веселье. Кёльн пляшет и поет. Но в этом году на улицах вдвое больше полицейских. Как в форме, так и в штатском. Я не знаю, стали ли мы осторожнее. Наверное, да. Я не видела слишком много полиции. Но мы знаем, что она здесь есть. Самые осторожные даже костюмы выбрали поскромнее, чтобы не дать повод для домогательств. На уличный карнавал лучше не надевать ничего короткого. Независимо от нынешней ситуации. Алкоголь плохо влияет на многих людей. И на карнавале нужно быть осторожным. Лучше надеть что-то подлиннее. Ещё одно нововведение этого года – пункт безопасности для женщин. Вагончик, в котором работают психологи, находится прямо у центрального вокзала. Здесь готовы помочь женщинам, которые стали жертвами сексуальных домогательств. Впрочем, в Кёльне надеются, что таких не будет. И карнавал пройдёт весело, но спокойно. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Жертв ноябрьских терактов могло бы быть намного больше. В этом призналась девушка, которая помогла полиции вычислить террористов после терактов 13 ноября в Париже. Её рассказ вызвал настоящий шок. Почему, расскажет София Гордиенко. Её кодовое имя Соня, лицо скрыто, голос изменён. В глазах исламского государства она враг номер один. Сдала слуг Аллаха полиции. Это произошло буквально на следующий день после терактов. Девушка шла с подругой по улице, когда той позвонили с бельгийского номера. Кузен попросил срочно подобрать его в условленном месте. На голове у него какая-то шапка, оранжевые кроссовки. Он был похож на румына и всё время улыбался. Я спросила, месье, вы участвовали в терактах 13 ноября? Он с гордостью сказал, террасы – это моих рук дело. Соня знала, что кузен её подруги Хасны был в Сирии, а значит, на карандаше у полиции. Я спросила, вы вернулись с сирийскими беженцами в Европу? Он сказал, да, приехать сюда проще простого. С сирийцами, иракцами, афганцами без документов вернулись. Нас таких здесь около 90. Абаут разоткровенничался, сказал, что планирует новые подвиги в бизнес-районе Дефанс. Цели – торговый центр, полицейский участок и детсад. Девушка не спала всю ночь, а утром набрала номер красной линии. В спецоперации в пригороде Сен-Дени стала самой успешной после теракта. Абаут, его подельник и подруга Сони Хасна погибли. А сама свидетельница лишилась нормальной жизни, работы и друзей. Выйти к прессе посоветовал адвокат. Странно, человек, свидетельство которого сыграли такую роль, даже не получил психологической или медицинской помощи. Она не спит, боится, потому что её жизнь в опасности. Девушка даже не сменила имя, как предусмотрено в таких случаях. Месяц она находилась под охраной, потом месяц переезжала из отеля в отель. И даже если девушку сегодня как-то и кто-то охраняет, она не чувствует себя в безопасности. Ей никто даже не звонит. Оказывается, по законам Франции, только свидетели обвинения имеют право на изменение имени и документов. Во всей стране таких шесть человек. Свидетель, телефонный звонок которого помог раскрыть местонахождение преступников и избежать новых терактов, де Юре не нуждается в защите. Хотя именно в таких людях сегодня как никогда нуждается полиция. Теперь Франция должна изменить закон. Именно потому девушка и обратилась к прессе. София Гордиенко, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Как выглядит одна из самых маленьких планет? И рискнет ли олимпийский чемпион попробовать себя в стриптизе? Об этом не только в нашем обзоре. Американское агентство НАСА показало, как выглядит карликовая планета Церера с высоты космического полета. На видео хорошо виден ее ландшафт. Особенно детально можно рассмотреть кратеры. Чтобы создать этот анимационный фильм, эксперты использовали реальное фото, сделанное с космического аппарата Дон. Церера – самая близкая к Земле карликовая планета. На ней есть вода, а значит, предположительно, возможно, жизнь. Китайские фонарики засветились в британской столице. В одном из лондонских парков открылся фестиваль китайской культуры. Тут и цветок лотоса, и огромный китайский дракон, и символ этого года – огненная обезьяна. Фестиваль приурочили китайскому Новому году, который отмечают в Поднебесной в ночь на 8 февраля. Королевский перелет. Китаянка оказалась единственным пассажиром двухчасового авиарейса. Самолет следовал из Гуанчжоу в Ухань. В пассажирной буре полет отложили на 10 часов. Пассажиры ждать не стали и нашли себе другие рейсы. И лишь эта девушка оказалась самой терпеливой. Позже китаянка рассказала – впервые почувствовала себя несказанно богатой, ведь обслуживала ее целая команда стюардов. Американскому рекордсмену по плаванию Майклу Фелпсу предложили стать стриптизером. Неожиданное приглашение поступило от знаменитой группы танцоров – Чипендейлс. Они пожелали увидеть спортсмена на своем шоу в Лас-Вегасе. Внимание стриптизеров плавец привлек после того, как во время баскетбольного матча полуобнаженным выпрыгнул из-за ширмы. Фелпс – 18-кратный олимпийский чемпион. Это величайшее достижение в истории спорта. Тайсон Фьюри пока никак не определится, проводить ли ему матч-реванш с Владимиром Кличко. Об этом британский боксер заявил в интервью BBC. Решится ли он на этот реванш, станет известно в ближайшее время, как и мнение об этом Кличко, с которым связываются прямо сейчас мои утренние коллеги. Мы будем все-таки надеяться, что он наберется смелости, даст нам возможность насладиться этим реваншем. Я напомню вам, что наш сайт подробностей.ua и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра.